МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Артик ТВ, время новостей, в студии Максим Галямин. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Не забывайте про ревакцинацию. По стране идет рост заболеваемости. Главные темы оперативного совещания. Верхом на табуретке. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Репортаж с масштабного фестиваля искусств в Мончегорске. Вышел во двор, попал футболисты. Все это в совокупности вызывает двух уймом эмоций. В Мормонске активно возрождают дворовый спорт. В Заполярье стартовал прием заявок на участие во втором этапе губернаторского стартапа. Об этом сообщили во время оперативного совещания в правительстве Мормонской области. Также министры и заместители губернатора обсудили, как продвигается подготовка мурманских школ к началу учебного года. Губернаторский стартап призван помочь предпринимателям в реализации различных проектов. В рамках первого этапа победители конкурсов в совокупности получили около 30 миллионов рублей. Сейчас начинается прием заявок на участие во втором этапе. Оксана Демченко отметила, что есть ряд проектов, которым при рассмотрении заявок будут отдавать приоритеты. На реализацию проектов можно получить до 1 миллион рублей. Самозанятые граждане вправе претендовать на поддержку до 500 тысяч рублей. И напоминаю, что по отдельным проектам, а это проекты, реализуемые в ЗАТО, проекты на создание аптечных пунктов, а также проекты для членов-участников специальной военной операции, поддержка составляет 2 миллиона. Во время совещания представители правительства поговорили о том, как движется ремонт в школах и детских садах области в преддверии 1 сентября. Оказалось, что принять детей в срок готовы все 518 образовательных учреждений региона. В некоторых продолжаются незначительные работы, которые обучению детей никак не помешают. Большинство же школ и детских садов к Дню знаний будут полностью готовы. По информации, полученные министерством, администрацией, муниципальных образований, по состоянию на 19 августа 2022 года, все основные организации, поддерживающие приемки, признаны готовыми к новому четвергому году. Вспомнили и про спортивные события, которые прошли при поддержке правительства Мурманской области. Они проводились каждые выходные лета и за все время позволили привлечь к активному отдыху тысячи северян. Летний сезон у нас завершился большим семейным фестивалем на севере спорт в долине Уюта, который проводится в области во второй раз и уверены, что будем продолжать этот фестиваль и далее. Также первый заместитель губернатора напомнила о важности ревакцинации от ковида. Несмотря на то, что на данный момент у нас в регионе обстановка стабильная, коварная болезнь может изменить это в считанные дни. Осень – сезон, когда в Мурманской области повышаются риски заболевания ОРЗ. А потому важно планировать прививки уже сейчас. К слову Оксана Демченко, оперативное совещание ведет, пока глава региона находится в отпуске. А теперь к другим темам. Россияне смогут подавать заявление в суд в дистанционном формате. О подписании правительством соответствующего постановления сообщает автор инициативы Минэкономразвития. Возможность будет реализована через автоматизированную систему правосудия и позволит направлять документы из дома или МФЦ. Это позволит существенно уменьшить издержки, потому что теперь не нужно нанимать специалиста, который отвезет бумаги или посещать почту, говорится в сообщении. Речь идет о получении госуслуги в электронном виде с помощью специалистов многофункциональных центров, то есть в секторе пользовательского сопровождения. В ведомстве также отметили, что подготовили проект постановления, позволяющего регионам принимать решение о переводе части окон МФЦ в сектор пользовательского сопровождения. 22 августа в нашей стране отмечают День государственного флага. В Мормонске состоялась акция. Жителям вручали ленточки с триколором. Анна Шинкаренко взяла одну, а заодно поинтересовалась у горожан, что для них значит флаг России. На детской площадке в Первомайском районе волонтеры раздавали ленточки жителям города и рассказывали, что означает каждый цвет нашего триколора. Взрослое поколение также подчеркнуло важность такого события. Я знаю то, что означает белый цвет, чистота мысли, красный цвет означает отвагу и силу означает синий цвет. Сегодня День российского флага, и я считаю, что это достаточно важный день. Я работаю в дошкольном учреждении, и в этот день знаю, что и в нашем учреждении проводятся мероприятия. Данное мероприятие позволяет с раннего возраста у детей вызывать чувство патриотизма, любовь к родине воспитывать. Патриотические чувства были всегда, и даже в наше время всегда прививались с детства, и в школах, и в садиках. И я считаю, что это первое, что должно происходить. Моему ребенку подарили флаг и объяснили, что это флаг России. Я говорила ей, что сегодня вот день. Она вот меня спросила, почему нам дали. Я говорю, что вот день флага, что это вот наш триколор, и вот все смотрят дети, им интересно. И я думаю, что запомнится, и они хоть что-то запомнят. Ну, чтобы они знали свою родину. Это же праздник нашего флага России. Любили ее всегда. Трудились на благо России. Мальчишки, чтобы ее защищали, когда вырастут. И чтобы мы радовались их успехам. А в Североморске состоялась торжественная церемония подъема увеличенной копии российского триколора на флагштоке мыса Авыш. Развивающийся флаг отлично виден всем кораблям и судам, проходящим мимо флотской столицы по Кольскому заливу. Традиция поднимать увеличенные копии флага в честь государственных праздников и памятных дат зародилась в Североморске с момента установки большого флагштока на мысе Авыш несколько лет назад. Так, в день военно-морского флота России на нем поднимают гигантский Андреевский флаг, а в день победы – увеличенную копию легендарного знамени победы. На Северном флоте состоялась научная конференция по результатам комплексной экспедиции «Помни войну». Участники поделились находками и открытиями, которые удалось обнаружить и сделать во время исследовательских путешествий. В Североморске в рамках региональной программы военно-технического форума «Армия-2022» состоялась научная конференция. Ее участники обсудили результаты совместной комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Важен результат, поэтому я убежден, что именно в рамках именно этого проекта 2022 год нам даст много интересных исторических фактов того времени, времени Великой Отечественной войны. В прошлом году участниками экспедиции было обнаружено рекордное количество подводных объектов, в том числе три немецкие донные мины времен Великой Отечественной. Была успешно опробована новая техника и научно-исследовательская аппаратура, например, два гидрографических катера. По архивной информации, на одном из затопленных ленд-лизовских транспортов, Кентукки, обнаруженных в горле Белого моря, находится груз из более чем 10 английских танков «Матильда», кстати, очень редких единиц бронетехники в России, и более 1000 автоматов Томпсона. Поднимут ли хотя бы одну «Матильду» со дна, пока неизвестно, но военные готовы достать с глубин американский танк М3 «Ли». Бронемашину нашли возле северо-восточной части острова Кельдин. Наверняка технику перевозил один из подбитых транспортников, как это было с Томасом Доналдсоном, с борта которого военные достали несколько шерманов. Во время конференции стало известно о создании геоинформационного портала «Морское наследие», где на карту будет нанесено около 3000 подводных исторических объектов, в том числе обнаруженных в ходе проведения комплексной экспедиции «Помни войну». Террористы захватили судно атомного технологического обслуживания «Рассита», а экипаж взяли в заложники. Такой легендой придерживались участники тренировки, организованной погрануправлением ФСБ России по Западному Арктическому району. В результате спецоперации с применением корабельного состава береговой охраны авиации ФСБ России и подразделений специального назначения условные террористы нейтрализованы, заложники освобождены, а угроза радиоактивного заражения акватории Баренцева моря устранена. Отработаны способы и тактические приемы пресечения террористического акта на судах, находящихся в морских пространствах Арктической зоны России. В учении были задействованы силы и средства пограничного управления территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Мурманской и Архангельской областей. А специалисты областной больницы отрабатывали навыки высокотехнологичной хирургии. С недавнего времени эндоваскулярные методики здесь применяются не только для лечения сосудов или суставов, но и в кардиологии. Технология уже хорошо отработана в мире, а сейчас она добралась и до заполяря. Подробнее о новой разновидности операции на сердце смотрите в сюжете Георгия Салиева. Эндоваскулярную хирургию можно смело отнести к медицине будущего. Это молодое направление бурно развивается. Процедура, требующая от врача сделать лишь несколько проколов в теле больного, переносится пациентами гораздо легче, особенно если они пожилые. Операции на открытом сердце предусматривают временную приостановку кровообращения, и это, в свою очередь, может привести к фатальным последствиям. Искусственное кровообращение подразумевает остановку сердечно-легочной деятельности. И у пациентов возрастных, старше 75 лет, с тяжелым коморбидным фоном, такие операции проводить в условиях искусственного кровообращения сопряжены к крайне высоким рискам. И поэтому вот эта операция транскатетерного протезирования, она предназначена как раз для таких пациентов. Методика существенно снижает риски сопутствующих осложнений для возрастных пациентов, да и сроки реабилитации заметно сокращаются. К тому же эндоваскулярные вмешательства, как правило, проводятся под общей анестезией. Специалисты областной больницы освоили немало передовых методик, и теперь на очереди операция по замене аортального клапана. В России такие виды помощи доступны в основном в крупных федеральных клиниках. Данные операции во всем мире проводятся где-то на постоянной основе с 2010 года. В нашей клинике в 2019 году было проведено пять таких операций, в 2021 году еще пять операций, в этом году запланировано десять операций. То есть сейчас начинаются первые пять пациентов, будут проведены с понедельника по среду. А помогать в освоении уже знакомой технологии нашим хирургам приехал их астраханский коллега. На счету Дмитрия Гапонова уже около трех сотен операций такого рода. По словам доктора, новый клапан подводится к сердцу через бедренную артерию, а сделан он из нитинола, сплава с памятью формы. Такая конструкция позволяет безопасно раскрыть протез прямо в точке назначения. Используется металл с памятью для того, чтобы мы могли этот клапан упаковать сначала в тоненькую доставку, она по диаметру как ручка или карандаш. Провести к зоне имплантации и в последующем уже имплантировать. И температуры тела достаточно для того, чтобы клапан принял свою заданную форму. Раскрываясь прямо в аборте, протез закрепляет из-за створки прежнего клапана, сразу же забирая на себя его функции. Доктор Гапонов также отметил, что при проведении таких операций нашим специалистам немного не хватает опыта. Однако эксперт подчеркнул, что профессионализм и оснащенности мурманским медикам не занимать, а потому новый вид помощи будет поставлен на поток относительно быстро. Из-за высокой цены расходных материалов каждая операция стоит около 1 миллиона рублей. Но при этом напрямую платить никому не нужно. Вся помощь организована в рамках ОМС. Сергей Селин, он же дукалис, стендаперы, писатели и уличные клоуны. В Манчегорске отгремел грандиозный фестиваль искусств «Табуретка». Слово нашему корреспонденту Марии Ребенковой, которая не постеснялась забраться на творческий монумент, чтобы прочитать стихи. Сегодня мы находимся на шестом фестивале «Табуретка». И только посмотрите, это та самая легендарная «Табуретка», на которой я сейчас стою. И здесь совершится мой творческий литературный дебют. Я к вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать. Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Давайте вспомним, а почему «Табуретка»? Фестиваль зародился в Манчегорске и стал его своеобразным символом. Это символ первой сцены в жизни каждого человека. Когда нас просили в детстве подняться на табуретку и прочитать Деда Мороза стихи, или подарить рисунок, или еще что-то сделать, спеть песенку. Это вот такое выступление с детства, первая сцена. Поэтому «Табуретка» сейчас стала еще сценой для всех желающих взрослых в этот день. Идею выступлений на «Табуретке» подхватило большое количество людей. От мала до велика. Нашел заветного крестража. Я не помог с крылом говоруну, не написал ожившего пейзажа. Я просто есть обычный человек. Таких, как я, еще есть миллиарды. Я ем в обед не самый лучший чебурек. Мне не знакомы эти ваши авангарды. Я просто проживаю жизнь в огне. Конечно же, фестиваль полон масштабных событий и ярких гостей. Сразу становилось понятно, что в этом парке каждый найдет что-то на свой вкус. Здесь много всяких разных игр, много разного арта. Есть виртуальная реальность. Поэты читают на табуретке стихи. Причем они читают под музыку, с танцами. То есть самое разное. Большие братья ходят по аллее на ходулях. Шикарные костюмы Елены Басовой. Ярмарка мастеров с множеством мастер-классов было просто загляденье. А еще курсы актерского мастерства, пленэр, самский футбол, увлекательные лекции, знакомство с высокими технологиями. Вот, например, экзоскелет. А вы пока прокомментируете. Представим ситуацию, что он сейчас делает. Он сейчас фиксирует, поднимает. На данном этапе он сейчас поднимает груз. Допустим, в время специальных работ на освободе человека или какой-нибудь предмет. За два года затишья из-за пандемии фестиваль был переосмыслен организаторами. Теперь он преобразился и вышел на новый уровень. Сама программа была своего рода экспериментом. И, конечно, были сомнения. А вдруг не получится? Но все идеи, вложенные в табуретку, оправдали себя и нашли отклик у зрителя. В этом году, мне кажется, что нам удалось сделать его семейным. То есть, мне кажется, что и взрослые, и люди серебряного возраста, и подростки, и совсем малыши могут приобщиться к любой активности фестиваля. И это очень хорошо, потому что семья – это наша первая ценность. А для компании – ценность сотрудники, люди – это главная ценность компании. Гости фестиваля искренне наслаждались погожим солнечным днем и возможностью приобщиться к необычным активностям. В принципе, в рамках города Мочегорска, считаю, очень здорово все сделано, продумано, очень интересно. Ну, в принципе, отдых. Вошла в парк. Очень хорошо. Мы вошли. Очень, очень, очень хорошо. Все грандиозно, все красиво, идей много. Столько игр, там печеньем накормят, там кофе напоят. Господи, у нас такого еще ни разу не было. Мы еще дальше не прошли, а у меня такое буря эмоций. Хотя я всю ночь не спал, честное слово. Вот такой вот фестиваль. Спасибо большое. На фестиваль из Москвы приехали клоуны театра «Высокие братья». «Высокие братья» «Высокие братья» «Высокие братья». Это замечательно, потому что поэзия она многогранна. Она и в кино, и в клоунаде, и в цирке, в театре, она везде. Поэтому, наверное, мы здесь и находимся. Так я молил твоей любви, смеялся, пел и плакал горько, но ты на все мои мольбы мне отвечала дружбой только. Еще одним экстраординарным гостем оказался коллектив Упсала Цирк из Санкт-Петербурга, который выступил со своим спектаклем «Приехали впервые в Манчегорске». Прекрасные горы, прекрасный город, суперпогода, нам фортануло. Говорят, что здесь холодно, но мы привезли с собой тепло, видимо. Впереди участников фестиваля ждала встреча с известными комиками Еленой Новиковой, звездой сериала «Я не шучу», и стендап-комиком Амбарцуром Симонянцем. Разводы на скандинавском катерах. Я везде была в Скандинавии, там никто так не ходит. Приобщиться к стендапу смогли и жители Манчегорска. Больше недели тонкостям сценического юмористического мастерства и написанию шуток их учили известные стендаперы страны. Закончился фестиваль творческой встречи с заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Селиным, он же «Дукалис». Мне очень понравилось. Народ с удовольствием участвует, ходит, смотрит. А все же делаем это для кого? Для людей. Ну правда. И мы работаем, вы работаете для кого? Для зрителя. Поэтому им нравится, нам хорошо от этого. Поэтому, ну вот, я здесь. Сергей Селин шутил со сцены, цитировал Жванецкого и желал всем здоровья. Зрители смотрели и не выпускали из рук мобильные телефоны. А вдруг знаменитый «Дукалис» проронит одну из крылатых фразочек улицы разбитых фонарей. Арт-объект места встречи изменить нельзя. Художница Екатерины Голубиной был представлен в Музее Москвы в рамках новой групповой выставки «Мыслящий ландшафт». Экспозиция объединила работы более 20 российских художников разных поколений, среди которых Екатерина Голубина, родом из Ковы. В просторном трехнефном зале столичного музея Екатерина представила адаптированную версию арт-объекта «Место встречи изменить нельзя» с музыкальным сопровождением песней фольклорного ансамбля «Беломорье». Напомним, оригинальная инсталляция была создана в прошлом году в Териберке. Спорт тоже в какой-то степени искусство. В Мурманске стартовал турнир по дворовому футболу. Три команды приняли участие в матчах. Чем завершились игры и кто одержал победу, смотрите в нашем следующем сюжете. Наш дворовый спорт – это большой проект агентства развития ЖКХ по возрождению дворовых активностей, в частности футбола. Партнером выступила консалдинговая компания «Инноватика». А управляющая компания «Севжилсервис» организовала ремонт спортивной площадки здесь, на Аскольдовцев, благодаря чему состоялась игра. Первое, что хочется сказать, что в этом году мы произвели ремонт спортивного корта, выполнили окраску. Мы узнали об этом проекте, который свое начало получил в прошлом году, решили также поучаствовать в нем. На мой взгляд, это хорошая идея – вводить дворовый спорт, привлекать к нему детей. Силами управляющих компаний были реконструированы четыре дворовых корта в Ленинском и Первомайском районах, а также в Североморске. Помимо футбольных игр, проект предусматривает мастер-классы для детей, эстафеты, волейбольные турниры и многое другое. Дорогие друзья, уважаемые многочисленные зрители, я говорю не только про тех, кто сейчас занимает импровизированные балкончики, уже держит смартфоны, но и тех, кто, а мы видели, уже начинают подглядывать в окна, что это там происходит, что за голоса, почему такое столпотворение, почему так много людей, чем они все заинтересованы, откуда эта громкая музыка и что вообще происходит. А происходит дворовый футбол среди команд Северный флот, Стольный град и Адмирал Кузнецов. Как отмечает организатор мероприятия, у игроков серьезный спортивный уровень подготовки. Дворовый футбол, как видите, жив, он развивается и наша основная задача, это все-таки реанимировать то самое наследие старое уличного спорта. Дворовый футбол собрал вокруг корта не только взрослых болельщиков, но и самых юных. Эта программа собирает под свои знамена все возраста, для того, чтобы они принимали участие в развитии спорта Мурманского области. Спорт, который будет являться заменой тем вредным тенденциям, которые появились в нашем обществе. Я имею в виду малолетнее курение, употребление наркотиков, спиртных напитков. Поэтому мы делаем все для того, чтобы это все дело изменить и сделать здоровое поколение. Игра сыграна, результаты подведены, победу одержала команда «Северный флот». На втором месте – Стольград, на третьем месте – Адмирал Кузнецов. Здорово, воспоминания детства, дворовой футбол, азарт, энергия, борьба. Все это в совокупности вызывает уймом эмоций. Следующая игра состоится 3 сентября в Североморске, а финал пройдет 10 сентября в Мурманске. За первое место в каждом отборочном туре команда получит 10 тысяч рублей. А вот победительный турнир ждет поощрение в размере 50 тысяч рублей. Призовой фонд обеспечивают партнеры проекта. Футболисты «Севера» сыграли в Петрозаводске с местной командой США номер 7 «Карелия». Забегая вперед, скажем, что домашнее поле не помогло соперникам нашего клуба одержать победу. Футболисты «Севера» с первых минут захватили инициативу уже в начале матча, отправив три безответных мяча ворота карельской команды. Отбить последующие атаки у футболистов из Петрозаводска тоже не получилось. В итоге наши спортсмены держали верх с разгромным счетом 7-0. Команда из Мурманск одержала 10-ю победу в чемпионате Северо-Западного федерального округа, сохранив за собой первую строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Север» проведет 25 августа в Коряжме, что в Архангельской области, против местного химика. И на этом у нас все. Больше новостей смотрите на нашем сайте arcticdefistv.rf и в официальной группе телеканалов в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Днем в Мормонске и Североморске плюс 18, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. В Никеле плюс 16, в Манчегорске плюс 18, в Апатитах и Кавдоре 17 тепла. В Кандалакшей и Полярной Зорях 18 градусов пыш нуля.